Моя проповедь сегодня будет очень проста, и она говорит о празднике, который будет на следующей неделе. Повторите, как он называется? Пурим. И, как я уже сказал, в еврейской истории очень часто связывают слово Пурим и слово Типурим. Йом-Кипур, судный день. И они связаны, наверное, больше интеллектуально и в ощущениях, потому что и там, и там говорится о некоем спасении, искуплении, а также о жребии. И я уже сказал сегодня то, что Бог кинул за нас жребий. По сути, Ишуа стал жребием за каждого из нас. И то, что где мы должны были проиграть, эти проигрыши упали на него, а там, где наши выигрыши должны были быть, он усиливает наши выигрыши. Поэтому мы можем уже сказать Господу, слава Тебе, Господь, что Ты любишь меня и не оставляешь меня. Вот сейчас попрошу вас сказать амэн. Это для нас. Ну, мы не часто так, я вас подогреваю говорить, амэн или это, не люблю эти вещи сам. Но иногда есть слова, которых мы должны согласиться для своей жизни. Но сегодня я хочу вам рассказать, может быть, даже незнакомую вам историю о Пуриме. Но вначале спрошу, что вы знаете о Пуриме? Каких действующих персонажей вы знаете в Пуриме? Кто? Аман. Аман. Когда, правильно, когда говорю Аман, нужно застучать. Еще, кого мы знаем? Эстер, Эстер. Еще кого? Мардыха. Еще кого? Ахашвы. Окей, значит, более-менее с именами вы знакомы. Вопрос другой. В какой стране дела происходят? Пирс. Иран. Иран. Почему-то вы говорите не Персия, а Иран. Я вижу, как близко к вашему сердцу это название страны. Да. Иран. Вместо Амана говорит о автомобиле. Иран. Хорошо. Теперь. Реальная история. Реальная история. И мы знаем, что в 590-м, примерно, году до нашей эры, я не буду много говорить цифрами, Израиль, живя и отступая от Господа на протяжении всей своей истории в те времена, вызвал гнев от Бога. И Господь стал посылать ему пророков, говоря, если вы не покаетесь, у вас будут большие проблемы. Но сердце людей не слушалось. То есть, Бог им все время делал то, что вот сегодня Дима говорил. Во икра, во икра, во икра. Призывал, призывал, призывал. Но иногда мы останались, то есть мы, наш народ ожесточал свое сердце. И вот пришел пророк Иеремия и говорит, все, больше вам во икра нету никакого. Больше вас никто никуда не призывает. И Бог сказал, на 70 лет я уведу вас в Вавилонское изгнание. И вместе с царем Ихонией, вместе с некоторыми пророками, вместе с царским родом, переселяются евреи, уводятся в плен Навоходоносором. Историю эту все помнят. Правильно? И вавилонский плен, это был для людей большой шок. Даже есть такие псалмы, которые говорят, мы сидели при водах Вавилона и плакали. И говорили, мы никогда не забудем тебя, Иерусалим. Если мы забудем тебя, Иерусалим, пусть правая рука отсохнет у меня, или пусть мой язык прилепится к гортани. Помните эти слова? Но на самом деле прошло совсем немного лет, и люди подзабыли Эретс Амуфтахат, Исраэль. Забыли ее. Знаете почему? Потому что в те времена Вавилон очень сильно напоминал одну из современных стран. Кто-то может сказать какую? Соединенные Штаты Америки. Большие налоговые послабления. Автономия каждому народу, каждой религии. Делай, что хочешь. И наш народ очень быстро оправился в Вавилонию. И даже не только Библия, но и различные исторические свитки доносят до нас информацию, то, что выходцы из Израиля, а именно наследники Игуды, Исраэля, занимали высокие посты в Вавилонии. Они стали заниматься искусством, наукой. Они стали занимать величайшие посты в Вавилонской империи. И очень скоро им там было едва ли не лучше, чем на своей собственной земле, а может быть в практических аспектах и лучше. И сегодня Дима очень интересно сказал про испытание добром. Когда испытываемся злом, то от натуги пищим Бог, помоги, помоги, помоги. А когда испытываемся добром, то легко забываем Творца своего и забываем призвание. Короче говоря, народ там стал жить припеваючи, но 70 лет определенные пророком стали заканчиваться. И в этот момент Господь поднимает одного царя. Кто из вас знает слово Машех? Что это значит слово Машех? Помазанник. А как сказать по-русски или на любом другом языке в современной интерпретации? Что такое Машех? Вот как понять это словом? Спаситель. Еще. Еще. Посланник, спаситель. Еще. Избранный. Еще. Окей, я вам скажу. Назначенец. Нет. Назначенный. То есть, в смысловой нагрузке вы правильно сказали. Помазанник, спаситель и все прочее. Но, это человек, который был уполномочен для чего-то. Был Машех по имени Моше. Его задача и полномочия были, чтобы вывести народ израильский из Египта. Царя Давида называют Машехом. Для чего? Он был уполномочен, назначен, чтобы вести войны Израиля. Про Ишуа я даже не говорю. Он Ха Машех. Он над всеми вещами был уполномочен. Но, очень интересно, что в пророке Исаии написано про царя Кира, который был, обеделилим, служил идолом. И про него тоже написано. Мой Машех Кир. Я его избираю, чтобы он восстановил храм в Иерусалиме. То есть, Бог этого язычника, идолопохлонника, дал ему мысль. И Кир принял это. И на самом деле в этот момент не только в Иерусалиме восстанавливалось национальное государство, но все, точнее не все, но многие собранные в Вавилон пленники получили возможность, если они хотят вернуться в свои разные-разные страны. И тогда царь Кир говорит иудеям жившим, люди, евреи, в ком из вас еще порох не остался? Кто из вас еще помнит эти слова? Если я забуду тебя, Иерусалим. Кто из вас поедет? Угадайте, вызвало ли это большой энтузиазм? Нет. Были люди, которые горели с сионистской идеей, которые были искренне верующие, и они сказали, мы поедем. Среди них был человек по имени Зарававель. Он был из колена Давида, по сути он был царем, но его никогда не рукополагали как царя. Но он был лидер народа, общепризнанный. Там был еще первосвященник, его имя Егошуа. Это был человек, который был послан, чтобы восстанавливать храмовое служение. И эти двое, и еще, может быть, пару тысяч переселенцев, поехали из Вавилона в Иерусалим. С ними были золото, драгоценности, Господь сохранил их переезд. И они приехали туда, увидели запустение и прочее, прочее, и стали делать восстановление храма. У них не хватало ни сил, ничего. Враги вокруг северепствовали, потому что им не хотелось восстановления еврейского государства. Они внутри чувствовали, что если еврейское государство с евреями будет восстановлено, точно так же, как и сегодня, начнутся кардинальные изменения во всем мире. А что же происходит в это время в Вавилоне? Там остались симпатизирующие. Они были иудеями диаспоры. Они говорили, с каждой зарплаты мы будем выписывать немножко денег и посылать в Иерусалим. Живите там, сражайтесь. Надо, мы вам еще лишних пару стингеров поставим. Вы там защищайтесь, все будет хорошо. А мы, для вас полезней, чтобы мы были здесь. Некоторые еще более активно начали ассимилироваться там. Они изменяли свои имена, фамилии. Они говорили, может быть, имя Леви или, может быть, Рабинович, оно не очень катит под окружающую среду. И Цукерман вдруг становился сахаровым. Они начинали быстро-быстро ассимилироваться. В это время к власти приходит царь Ахашвирош. И вот действующие лица. Почему я делаю такое странное заявление? Они там практически потеряли свою еврейскую самоиндификацию. То есть, они потерялись. Кто они были? Главного героя как зовут? Не, оставьте Амана. Ну, когда Аман говорят, что делаем? Я, оставьте Амана, он не главный герой. Кто там главный герой? Мордыхай и Эстер. Давайте немножко подумаем об этих двоих. Имя Мордыхай. Красивое. Еврейское, казалось бы, имя. Но еврейского там вообще ничего нет. Кто-то знает, от чего происходит имя Мордыхай? Мордук, говорит Даниэль. Кто такой был Мордук? Абсолютно верно. Это был Вавилонский идол и бог. А имя прекрасное, которым с удовольствием называют еврейских девочек, Эстер. Что оно обозначает? Астарта. А кто такая была девушка Астарта? Богиня плодородия. 8 марта день. Оставим этот момент. Оставим этот момент. О чем я говорю вам? Еще во времена Ноаха, во времена Ноя, когда строили Вавилонскую башню, Нимрад и прочие, там было установлено два культа. Один культ был установлен Валу или Виллу или Мордуку. Это одно и то же, только в разных именах, когда сжигались человеческие жертвоприношения. А второй культ был посвящен Ашторет, а именно Астарте. Назывался культ плодородия. Им занимались исключительно проститутки, а это были храмовые жрицы, которые в библейском формате занимались проституцией. И этим культ плодородия развивался. Но что это говорит нам? Это говорит нам, что еврейские папа и мама мальчика не хотели давать имя Авраам или Моше или Ильягу или Егошуа. И дали ему нейтральное вавилонское имя Мардук, Мардыхай. И папа и мама красивой еврейской девочки хотели спрятать ее от вредоносного иудейского влияния и спрятали ее под фамилией Иванова Эстер. Я не наезжаю сейчас ни на какую фамилию, я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Это были люди, которые пытались всеми силами ассимилироваться и спрятаться. Это была основная идея. Почему? Потому что те настоящие сионисты, с кем они уехали? С Зарвавелем и с Егошио священником. Они уже эмигрировали, а здесь развивалась вольготная, еврейская, скрытая жизнь. Когда мы могли достигать великих постов, становились заместителями. Одно такое замечание. Кем работал Мардыхай? Кто-то помнит? Сторожем. Он был шомер, шомер, сорок шекелей, сто сорок шекелей в день зарабатывал. Забудьте об этом. Написано, он сидел у царских ворот. Что такое сидел у царских ворот? Это не то же самое, как тот человек, который охраняет вот здесь вход в супермаркет. Это совершенно другое. Это очень похоже на то библейское высказывание, которое говорит человек, муж сидящий у ворот города. То есть, это высокопоставленный сановник. По всей видимости, мы читаем, он раскрыл заговор против царя. По всей видимости, это был так называемый силовик. Человек, который занимался за внутреннюю безопасность. Он был высокопоставленный служитель. Там поставлен человек на очень высокую позицию. А почему бы его не поставить? Что у него в пятой главе евреи было написано? Конечно, нет. Свой добрый парень по имени Мардук, Мардыхай. Пускай занимается, тем более, что он способен. Теперь послушайте интересную вещь. Вы помните, что случилось? Каким образом Эстер стала царицей? Кто помнит? Помните? У Ахашвироша была жена, которая отказалась подчиниться воле царя. Очень часто мы читаем Библию как газету и не до конца знаем историю. А история говорит так, что когда вавилонские цари сидели на за выпивкой, они пили и веселились вместе со своими женами, сановники там все сидели, то есть близкие руководители. Они ели, пили и веселились. И когда они увеселялись достаточно, ну, до состояния, когда они путали лица, то по вавилонской традиции жен отправляли в какой-то другой клуб, где там они могли рассказывать друг другу забавные истории, показывать, как вязать крестиком и прочие вещи. А мужья, сановники, которые оставались, они переходили к следующему уровню развлечений. Им заводили девиц. И тут начиналась оргия. В библейском смысле это грех. Но в их языке и в их традициях это был общепринятый момент. И вот в этот момент сердце царя Хашвироша развеселилось. И он не знал, что же придумать еще. И он говорит, позвонил своей жене вашти и говорит, приди в своей красоте. Еврейские комментаторы говорят, приди без ничего. То есть стань одной из этих девиц. покажи, какая ты. И она говорит, я царица. Моя совесть и мой нравственный культ не позволяют мне опуститься так низко, чтобы быть со всеми. И вот им находится достойная замена. Мне стыдно об этом говорить, но это еврейка по имени Эстер, которая не держалась никаких этих принципов, потому что ассимилировалась полностью. если мордыха еще где-то у него может быть что-то тикало, то она была следующим поколением, и ей было бы вообще наплевать на все. Она хотела быть женою царя. Она могла выйти в любой красе или без красы по любому требованию. То есть то, на что ваш тень отважилась, это могла сделать. Это история, которую большинство из нас вообще никогда не думали и не знали. и вот посреди всей картины и вот посреди всей этой картины поднимается злой Аман. Мы помним, как там этот расклад случился. Мордыхай не потому, что он не хотел ему поклоняться, то есть это было нерелигиозно, это просто ему Аман не нравился. И гордыня его внутренняя не позволила согнуться перед этим подлым Аманом, потому что там при дворе они все были подлые. Кто из вас хотя бы иногда видел этот сериал «Великолепный век»? Поднимите руку. Это очень плохой сериал. Сказать вам почему? Сказать вам почему? интриги убийства это все ерунда. Это везде. Знаете почему он плохой? Я вам скажу почему он плохой. Он завораживает, вы смотрите, а там имя Аллаха, имя пророка Мухаммеда повторяется чаще, чем в близлежащем минорете. И это все повторяется в вашем доме. И это все повторяется в ваших ушах. Взвесьте три раза нужно ли вам в это смотреть. И нужно ли вам этим заражаться и отравляться. Так вот, так вот, они там были все интриганами. Это был чисто восточный цимес. И вот посреди этого мы видим схватку Амана и Мардыхая. Но у Мардыхая есть заложенных несколько привилегий. Потому что он сын, 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 сына одного человека по имени как? Как? Нет. Сын, 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 сын. А? Авраам. Пра-пра-пра. А когда-то случилась с Авраамом одна история, которая никогда не случалась с людьми ни до, ни после. Кто-то помнит эту историю? Когда Бог попросил у него пожертвует Схака, а после этого поклялся Аврааму. Вы можете представить саму концепцию, творец клялся человеку. Вообще это непонятно. Это как я бы поклялся, не знаю, этому пианино. Но творец поклялся человеку. И эта клятва Аврааму обеспечивала сразу любые преимущества Мардыхаю, даже в его греховной жизни. Потому что эти преимущества будут выводить Мардыхая из состояния греховного еврея в состояние еврея праведного. И Бог будет складывать любые обстоятельства. И поднимается этот оман, и начинаются там все вот эти вот проблемные штуки, которые вдруг женщину по имени Эстер без принципов, без ничего начинают заводить и пробуждать в ней национальное сознание. Кто же ты, дорогая Эстер? А, тебя оказывается зовут Адаса. И это значит, что что-то доброе должно вырасти в Израиле через тебя, через подобных тебе. Бог включает избавление через то, где есть, казалось бы, полное отступничество. Я хочу всех вас уберечь от критических слов по отношению ортодоксальных иудеев, неортодоксальных, атеистических иудеев и прочих. Знаете почему? Потому что каждый из них, хотите вы этого или не хотите, они дети Авраама. И именно им сказал Господь, вы, мои дети, вы удел мой, я найду путь, которым я вам открою Иешуа Избавителя и спасу вас, даже, казалось бы, с самого низшего состояния, потому что в Исаии в 60-й главе в 21-м стихе есть обетование, которое говорит, мой народ весь праведный наследует землю. У меня нет никаких сомнений, что невозможно достичь праведности без Иешуа, Машиха, без Иисуса, но мы не знаем пути, которыми Господь открывает Иешуа нашему народу, и я верю в это всем своим сердцем. И это мы видим там, еще во времена Курима, когда Господь поднимает разные вещи, и питом вдруг ассимилированные, забывшие предысторию иудеи, начинают держаться своего еврейского призвания и начинают взывать Господу Богу, Богу Авраама Исхака и Якова. Кстати, это все объясняет, почему в этой книге почти не используется имя Господа, и обратились они, потому что здесь идет дело с людьми отошедшими, но их призывает Господь. И как результат нам рассказывает об этом книга Эстер, и то же самое нам рассказывают различные исторические вещи. Как результат народ обращается к Господу и начинают защищать себя вооруженно. Почему? Потому что знают, что из этого народа должно вытечь последующее благословение не только этому народу, но и всему миру. Становятся сильными. И последние стихи книги Эстер говорят еще о странном явлении. Там написано в то время многие из окружающих народов захотели сделаться кем? Иудеями. Почему? Потому что они видели, что что-то произошло. И это было не только практика. Вот что-то вот случается революционное. Еще один Майдан или еще одна какая-то другая ерунда. Совершенно нет. Что-то просыпалось внутри людей. Господь призывал их в них пробуждалось. Вау! Мы хотим принадлежать этому наследию. Мы хотим, потому что Бог избрал Авраама и его семя, то бишь его потомкам, чтобы ими исправить весь мир. Мы хотим, мы хотим. И так совершил Сахурим. Остальную историю мы поговорим о ней на следующей неделе, потому что вы ее и так знаете нормально. Но я хочу просто сказать вам какие-то вещи сразу после этой истории совершились опять. Там в Израиле в те дни были проблемы с восстановлением храма. Зарававиль не справлялся. И Егошуа в первосвященник не справлялся. А в Вавилоне происходили пурьемские события после их окончания. Один из священников, очень грамотный, идейный человек по имени Эзра наполнился духом от Господа и с еще громадной группой людей тоже решили совершить Алию. То есть смотрите как Бог использует этого Амана. Как Он использует все те трудности которые вокруг. Пробудить самосознание. И вот один поток с Эзрой перетекает в Израиль. А потом когда они затрудняются восстановить. Потому что восстановление храма это не только строительный подряд. Это невероятная духовная нагрузка. Приезжает Неемия. Об этом мы читаем тоже. И все это было после Пурима как результат активности. И после этого стало что-то случаться. Был восстановлен храм. Пришел пророк и говорит про этот храм. Сей храм внешним видом намного слабее чем храм построенный при Соломоне. Но так говорит Господь слава этого храма будет намного больше чем слава которая была при Соломоне. Кто-то знает почему он такие слова сказал? Потому что он провидел что именно в этот храм придет Машиев и этот Машиев станет избавлением Израиля и всего мира и включит процессы геулы избавления которые мы будем ожидать еще сколько надо времени пока он не вернется назад и не оживит всю землю и всю вселенную в этом мы верим но посреди всего этого маленький моментус я хочу указать знаете был один такой религиозный деятель в Израиле в прошлом веке он был ортодоксальный иудей и он был такой один из сторонников поселенческого движения его звали Раф Кук слышали такое имя так вот Раф Кук знал духовно и он сказал интересную фразу он говорит евреи в Израиле это как вино в бокале вино не пьют из графина оно должно быть в правильной посуде тогда оно дышит и пахнет и тогда оно осязаемое и приятно Богу важно чтобы сюда собирались иудеи потому что когда они собираются здесь и у них есть даже пускай частичное не полное откровение а только частичное исполняется то что мы называем слово Господа а когда оно исполняется начинает весь мир под дрожать в предчувствии следующих шагов когда от него придет полное избавление на иврите геула и будет восстановление всего мы сегодня через несколько тысяч лет после тех процессов живем примерно в такое же время здесь нас 7 миллионов а еще 8 или сколько их там есть и сколько скрытых еще 15 наверное раскрытых уже ассимилированных уже забывших не дай Бог им Аммана я молюсь чтобы только Амман для них не восстал чтобы только не восстал для них фараон чтобы не восстал для них Гитлер чтобы не восстал для них Саддам Хусейн это моя молитва и моя молитва чтобы Бог пробудил их мягко без всяких перегрузов просто запалил в них желание возвращаться в эту землю потому что когда исполнят его волю что-то вселенское начнет исполняться и я хочу вам что-то сказать у вас эта Божья воля уже исполнена только шаг нужно сделать дополнительный про него сегодня Дима говорил Войкра Батколь звучит голос Святого Духа уже звучит вам только нужно прислушаться чего от тебя хочет Господь и прекратить быть с толстой кожей с толстой шеей непробиваемой слышите меня написано Ян Креститель говорит я крещу вас в покаянии помните то есть кто хочет покаяться придите через воду идущий за мною будет крестить вас Духом и огнем Дух это значит когда мы получаем от него силу помните и придет Дух Святой и научит вас на всякую правду и поможет вам а огонь это чтобы это не это не не обязательно страдание есть такое выражение в еврейской истории Бог говорящий из пламени огня это значит пробудить свое призвание то есть каждому выражению соответствует какой-то смысл так вот погрузиться в огонь креститься в огонь это не только или это не значит проходить через какие-то огненные испытания суть чтобы пробудить свое призвание в послании эфесянам апостол Павел говорит следующее слово ибо ибо созданы на добрые дела в Ешуа Гамашехе которое вам исполнит то есть вы должны найти Ешуа идущий за мною будет крестить вас духом и огнем чтобы вы поняли свое призвание вы Исраэль который знает истину который знает истину из Торы и исполняет Тору и стремится ее исполнить тот который мечтает о восстановлении храма не для антихриста еще не для кого-то а там где вас сядет царь царей и вы те которые знаете Машиаха и Ешуа который несет избавление всей земле как важно нам обновиться нашим самосознанием и сказать Господь вот я прими меня используй меня точно так как когда-то сказал пророк Исайя когда видел Господа великого и превознесенного понял что он не чистый человек но сказал вот он я используй меня я хочу на этом закончить я бы хотел попросить Дани чтобы мы могли под музыку немножко помолиться «Открылся» «Открылся»